Итак, давайте поговорим о городе Магнитогорске. Оказывается, в городе Магнитогорске можно реально деньги заработать. Каким образом все делается? Ну, давайте вернемся на круги. К примеру, 35 лет назад, то есть, когда я был, и мне было в то время всего 10 лет, ключи от моей квартиры были у нескольких. То есть, везде стоял английский замок, и все дело открывалось. То есть, в подъезде моим замком я мог открыть 19-ю квартиру, 12-ю свою, 8-ю и 6-ю. Все открывалось один замок, нормально. Сегодня и сейчас мы поставили везде стальные двери, чтобы к нам никто не лез. Ну, хорошо. Сегодня и сейчас мы поставили стальные двери и на вход. Тоже неплохо. Оптимальный вариант – это вот поставили двери стальные на вход у моей тещи. Я знаю ключик, могу к ней в любой момент зайти. Другой вариант. Другой вариант. И вот тут возникла фирма «Факториал», которая располагается здесь, на Борису Ручьеву. Практически до юга вы уходите. Вот они здесь находятся. Тридцать четыре, по-моему, дома. Вот. Да, вот. А, нет. Это Карломаркс 191 дробь 1. О! О! Место найти очень легко и просто. Очень легко и просто. Вот. И она тем самым, тем самым, эта фирма собирает с города легко и просто 3 миллиона рублей. Ежемесячно. Нормальная контора, да? Берет здесь, снимает место. Вот. Теперь возникает другой вопрос. Какого-то ляда они решили поменять все это дело, да? Ну, допустим, поменяли. То есть раньше было, можно было, по крайней мере, я мог пойти на локомотив, мне сделали вставочку, понимаете? Можно было. Просто вставил, ну, то есть сейчас сделали покруче. Теперь вопрос. То есть у меня ключ ломанулся, ну, никоим образом он каким-то лядом, хотя, по сути, если они мне выдают, они обязаны мне дать два ключа. Представляете, два ключа от моей квартиры. То есть я сюда пришел, сказал, ребятки, зачем я вам должен деньги-то платить, 120 рублей. Представляете, вдруг ключ отвалился. Я говорю, подождите, подождите, вы поменяли мне ключи. Вы должны быть два ключа, которые у меня должны быть бесплатны. Почему второй навернулся? Нет, иди заплатил. Ну, да ладно, мы сюда пришли. А теперь вы подумайте, вот почему я сюда пришел? Я бы сюда никогда в жизни не пришел, по сути, да? Но, во-первых, с моей женой тут обошлись настолько, я бы сказал так, по-скотски, понимаете? То есть она пришла, как нормальный человек, говорит, ребят, ну, надо, ну, что такое-то. В итоге ее неоднократно унизили при мне, а я был рядышком. Она сказала, что я привезу сюда телевидение. Мало того, она работает на этом телевидении. Не надо говорить о том, что она телевидение приведет. Я пришел сюда, я это дело объясняю. Ребят, я прекрасно понимаю, сколько денег вы получаете, да? Но чтобы вести себя таким образом с нами, с магнитогорцами, нет, не будет. Другой вопрос, как все это дело обломать? Не знаю. Оптимальный вариант поставить выключатель. Знаете, он обыкновенно так стоит, просто туда можно поставить кнопочку, он будет отключать, и вы зайдете в дверь. Ну, чтобы сюда не платить деньги, понимаете? Другой вариант. В конце концов, всем подъездам собраться, написать заявление, сказать, валите-ка нафиг, поставить себе нормальную входную дверь. Мест, которые вам выдают ключи от входной двери, очень много. Очень их много. Представляете? Это не только одна контора, которая занимается и ставит это все дело. То бишь, если бы вы еще думали, что эта фирма каким-то образом занимается, и типа, вот только на ваш подъезд у них свой ключ, нет, этого нет. Потому что я обратил внимание, то есть, по сути, они сюда, вы приходите, и они втихушечку объясняют. То есть, ну, где-то примерно так, наверное, 10 домофонов, они все разные, представляете, да? Ну, никто же не знает, какие ключи, правильно? Вот, а все делается здесь. То есть, ну, вот я не понимаю, как это все делается. И, мало того, мне не очень нравится, как так со мной разговаривают. Не хотели, а получите. И будете получать. И все те, кто будет с нами таким образом разговаривать. Извините, мы живем в каком учиты? В правовом. И мы не позволим с собой так обращаться. Кроме всего прочего, супруга попросила у них, вот, карту по обслуживанию клиентов. Не дали, не дали, хотя обязаны были дать. Очень неправильное дело. Ну, а что бы вы хотели, то? Но наглость и хамство должно быть наказано. Особенно, когда работаешь с телевидением. Хотя, зная наши цены, торгашам все фиолетово. Мое отношение к ним, ну, я не удовлетворен обслуживанию. Во-первых, очень тесное помещение, невозможно протолкнуться. Бабуш, там не пройдешь, не проедешь. Очень медленно обслуживают. И, я бы сказал, что волокитят дело. Все равно люди стояли, ждали этих 45 минут, конечно. Я уже, я подошел сюда, но я в магазин в теплый ушел. Вот, погрелся. Холодновато, конечно. И так время ждать тоже на морозе. Ну, я приходила за ключами. Во-первых, в большие очереди. Это мне не понравилось. Это уже минус. Я сейчас объясню ситуацию. Они зарабатывают 4 миллиона каждый месяц на нас. Нормально? Могли бы себе позволить несколько местечек таких. Ну, и, во-вторых, здесь неудобно вообще это место. Все узко, все это, ну, не предусмотрено для того, чтобы был такой офис маленький. Тем более, если зарабатывают они такие деньги, как вы говорите, это вообще неудобно. Это бред силой кобыла. Да. А вот по отношению к вам. То есть, если мы, допустим, приходишь, в любой магазин приходишь, да, вы готовы предъявить какие-то проблемы, да? У них же есть проблемы, потому что ключ не работает, да? То есть, они должны к вам относиться с благоговением. А здесь как относятся? Ну, как и всегда. То есть, заплати, получи, и все, и ушел. Спросила, ключи работают, нет? Она мне даже не смогла ответить. Вот сейчас приду, только проверю дома, ключи работают или нет. Если они работают, это опять придется ехать сюда. Это не мы единые. Скучковатость, хамство и безразличие к клиенту. И вот она работа факториала. Хотите такую? Сюда. Проще собраться, проще поставить свою дверь, проще поставить свой нормальный замок и не работать с такой конторой.